В студии Павел Анисимов и с нами на связи финансист, член Президиума Совета по внешней оборонной политике Александр Лосев. Александр Вячеславович, приветствую вас. Здравствуйте. Традиционно в этот день и в это время такая экономическая зарисовка происходящего внутри страны и за его пределами. И мы, конечно же, ждем хороших новостей из Тегерана. Понятно, что итоги переговоров Владимира Путина с иранским и турецким коллегами еще впереди. Но есть уже экономические связи, укрепление экономических связей, в частности Иран. Иранская компания нефтегазодобывающая и Газпром заключили меморандум о взаимопонимании и сотрудничеству по проектам стоимостью в 40 миллиардов долларов. Внушительная сумма включает в себя разработку и модернизацию месторождения нефти и газа, обмен продуктами нефтепереработки, ну и научно-техническое сотрудничество. Что важно в условиях масштабных антироссийских санкций. Действительно ли можно назвать сегодняшний день, сегодняшние переговоры, ну, такими судьбоносными для наших стран, для Ирана и России, у которых и в международной стратегии много общего. И по экономике сейчас тоже все больше и больше завязок. Да, действительно, это судьбоносная встреча, потому что сгущаются тучи над Ближним Востоком, сгущаются тучи над, уже сгустились над мировым энергетическим рынком, над газовым рынком. А вот когда мы говорим о работе с месторождениями, это речь идет о крупнейшем месторождении газа и нефти в мире. Это иранский Южный Парс, это почти 14 триллионов кубических метров газа. Представьте, 14 триллионов или 27 миллиардов баррелей нефти. То есть, если это месторождение начать разрабатывать, а Россия, страна, главный поставщик газа, Иран, и получается, что две газовые державы, объединяя свои усилия, могут уже каким-то образом влиять на весь остальной мир, на то, как правильно организовать эквивалентный обмен ресурсов на какие-то продукты, технологии, деньги. То есть, не идти на поводу у тех, кто хочет получать на Западе бесплатно или за символическую оплату нашу нефть и газ, а уже выстраивать какую-то очень серьезную стратегию. Тем более, что Иран, который находится долгое время под санкциями, он нуждается в партнерстве, нуждается в сотрудничестве. И у него есть серьезный собственный потенциал, но необходима помощь в развитии. И вот расширение сотрудничества, расширение работы с Россией не только в нефтегазовой сфере, но и в транспортной сфере, потому что сейчас мы наблюдаем, как стремительно развивается логистический коридор с север-юг. Вот мы знаем, что в Евразии считался главным коридором восток-запад из Китая, шелковый путь в Европу, который проходит по ряду стран Центральной Азии и России. А вот коридор север-юг оказался столь же важен, потому что Индия, страна, где миллиард 300 миллионов населения, Пакистан и вообще вся Южная Азия, то же самое Иран, 80 миллионов населения, это огромные потребительские рынки. И вот развиваясь сотрудничество логистическое, сотрудничество в области безопасности, сотрудничество в области нефтегазовой сферы и ядерной сферы, потому что вот те переговоры, которые будет наш президент вести с руководителем Ирана Али Хамин и президентом Ирана Ибрахимом Раиси, они будут касаться также и вот того самого всем совместного всеобъемлющего плана действий, такое странное название, оно касается вот этого соглашения ядерной программы Ирана. Да, мы понимаем, что действительно вот есть страны, которые недовольны развитием ядерной энергетики в Иране, есть уже угроза в отношении Ирана. И вот сейчас необходимо не допустить развязывания серьезного конфликта на Ближнем Востоке, поэтому это действительно судьбоносная встреча. Плюс там же будет еще и, по сути, такой саммит в астанинском формате, потому что там будут переговоры по Сирии, и там будет встреча с президентом Турции Режепан Таипом Эрдоганом, и Сирия, это также очень важно, потому что то, что там происходит, могло дестабилизировать весь регион, сейчас надо все-таки эту проблему закрыть с этими террористами, которые там находятся в Идлибе, а также снять проблему в Курдистане.